Привет всем! Сегодня мы с вами приготовим грибной супчик. Не просто супчик, а очень и очень вкусный суп с грибами и плавленными сырками и сливками. Пробовали такой? Если нет, очень рекомендую. Вкус объедения, невозможно оторваться. Аромат грибов заполняет всю кухню и домочадцы сбегаются на запах с уже заготовленными тарелками и ложками. Для приготовления этого супа нам потребуется 3 литра воды, 800 грамм грибов. У меня уже отварные лесные опята. Можно взять 700-800 грамм свежих шампиньонов. Их не нужно заранее отваривать. Одна большая луковица. 7-8 штук примерно на 700-800 грамм очищенного картофеля. 60 грамм сливочного масла. 2-3 столовые ложки домашних сливок. Можно заменить их сметаной. 130-140 грамм плавленого сыра в ванночке мягкого. У меня янтарь. 3 столовые ложки растительного масла и соль по вкусу. Ставим кастрюлю с водой на плиту, чтобы вода уже закипала. Режем мелко лук. Ставим сковороду тут же на плиту. Наливаем растительное масло и ложим в сливочное масло. Даем подогреться. Выкладываем лук в сковороду для обжарки. Я специально больше не использую никаких овощей в этом супе, чтобы они не забивали аромат грибов. Специи здесь тоже не приветствуются. Режем мелко грибы отварные или свежие. Но свежие предварительно, конечно, надо вынуть. Когда лук станет золотистого цвета, отправляем грибы к луку и пусть из них выпаривается вся жидкость. Периодически помешиваем на сковороде наши лук и грибы. Режем картофель на кубики и отправляем в кастрюлю с водой. Пусть варится до готовности, одновременно с приготовлением грибов. Не забываем периодически помешивать грибы и лук на сковороде. Когда жидкость выкипет из грибов, добавляем сметану или сливки, что у вас есть, и плавленый сыр. Хорошо все перемешиваем и снова даем протушиться на маленьком огне, без крышки, пока не сварится картофель для супа. Когда картофель стал мягким, готовим, готовым, выкладываем грибы в кастрюлю и хорошо размешиваем. Солим наш суп по вкусу, доводим его до кипения и выключаем. Суп готов! Если бы вы знали, какой аромат стоит на кухне, а вкус у супа просто потрясающий, я специально не ложу в него никакой крупы, чтобы она не утяжеляла суп и чтобы подчеркнуть вкус грибов. В этом блюде грибы главное. Ни специй, ни лишних овощей, ни крупы не нужны. И поверьте, получается просто изумительный вкус. Легкий суп, который хочется есть с добавкой. Если вам понравился мой рецепт, вы знаете, что нужно делать. Ставить лайки и я буду знать, что старалась не зря подписываться на мой канал и оставлять комментарии. Да, и не забудьте про колокольчик, он оповестит вас о выходе нового видео. А я от всей души желаю вам удачи в делах, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита. Пока-пока!